Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Без крыши над головой дожди стали причиной подтоплений сразу в нескольких домах Рязани. Жизнь за долг. Рязанцы осудили на 10 лет за убийство. Отдохнуть с пользой студенты радиоуниверситета постигают тайны разных профессий. Сначала пострадал от пожара, теперь от дождей дом на улице Грибоедова, 41, снова в центре внимания. Жильцы пожаловались, что две недели назад рабочие, ремонтировавшие сгоревшую крышу, перестали работать. И теперь дом затапливает после каждого дождя. Как живут люди в таких условиях, выясняла Дина Исляева. Лежат материалы и инструменты, а рабочих нет. Крышу на Грибоедово, 41, начали восстанавливать практически сразу. Но потом работы почему-то резко прекратились. А квартиры, которые прошли испытания, огнем залило июльскими дождями. Александре Федоровне через два года исполнится 90 лет. Она, чтобы получить эту квартиру, в доме на Грибоедово, 41, сама носила цемент и кирпичи на стройку. Александра Федоровна пережила Великую Отечественную, а теперь вынуждена выживать. В нечеловеческих условиях в квартире пахнет сыростью. На потолке завелся грибок. Везде капает. И там вот, и там на кухне он прям вот как родило. В туалете он кто-то знает как. Везде капает, все это почернело. После каждого дождя дом переживает потоп. Льет и в подъезд, и в квартиры. На лестничной площадке начала смываться штукатурка. Некоторые жильцы стали делать ремонт. Не потому, что хотят, чтобы дома было красиво. Просто боятся, что замкнет проводка, и случится еще один пожар. Или потолок начнет сыпаться на голову. Здесь тоже вот стена отваливается. Вот этот угол до сих пор прошел месяц. Соответственно, не просох. Елена Абрамова подсчитывает убытки. Полученных 30 тысяч рублей компенсации едва ли хватит только на замену проводки. А у нее в квартире после пожара пострадала бытовая техника. Пришлось выбросить залитую водой мебель и одежду. Как жить дальше, семья не знает. Начали ремонт. Стены отходят. Проводку приходится менять. Заново. Потому что она не работает. Частично. А та, которая работает, ей просто пользуется страшно. Затапливает. Проходит и проливает по стенам. Соответственно, там, где было пролито пожаром, льет и дождь. Пожар в доме на Грибоедово случился месяц назад. 22 июня. Жители уже писали во все инстанции, чтобы крышу поскорее отремонтировали. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Дина Ислева, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Водная стихия стала причиной головной боли для жителей еще одного многоквартирного дома. Ливневые дожди причинили серьезные проблемы в доме номер 105А по улице Островского. По словам жителей, фундамент оседает, штукатурка осыпается, да и по фасаду пошли трещины. Мы решили съездить на место и убедиться в масштабах бедствия. Еще неделю назад штукатурка на этой стенке была на своем месте. Всего за несколько дней все обрушилось прямо на голову жильцов. Виной всему стал проливный дождь и халатность управляющей компании. Сразу стоит оговориться, что управляющую компанию жильцы уже решили сменить. Осталось только уладить формальности. А проблемы начались еще в сентябре прошлого года. Именно тогда дом стало в буквальном смысле заливать во время дождей. Начиная с девятого этажа по первой, сюда было зайти невозможно, потому что воды было по щекотку. Даже не просыхали лестничные ступеньки. И после этого начались образовываться трещины по дому. Обратились в ЖЭЛ, на что ЖЭЛ нам сказал, что дома у нас в идеальном состоянии никаких трещин у нас нет. Честно, я детей сюда не привожу уже где-то недели-две, потому что я боюсь, что это все упадет на голову в один прекрасный момент. Рушится не то, что здесь, рушится еще фасад дом. В девятиэтажке всего один подъезд и 16 квартир. Жители уже боятся выходить в подъезд. Такое ощущение, что здесь велись бои. Помимо обвала штукатурки, между кирпичами образовались щели. При этом никто не знает, насколько они глубокие. Да и фундамент уже заметно просел, уверяют жители. Из-за того, что фундамент на усадку и кирпичи не успевает просыхать, чтобы мне открыть дверь, это очень тяжело. И так же ее и закрыть. По словам Юлии, куда они только не обращались, писали обращение в прокуратуру и префектуру. Приходила даже комиссия, которая предписала водоканалу устранить протечку трубы. Но в подвале по-прежнему вода бьет ключом, особенно в дождливые дни. Вот эта непосредственно яма образовалась из-за подмыва фундамента. Потому что каждый день при дождях идет оттуда ключом вода. Хлещет прямо в подвал. Вода здесь порой поднимается до 60 сантиметров. Представитель собственника, который владеет помещениями в этом доме, не стал откладывать дело в долгий ящик и подал в суд на управляющую компанию. Управляющая компания сделала после всех вот этих вот разбирательств. Дома вывела трубу ливневой канализации почему-то опять же под фундамент дома. На сегодняшний день вот где-то неделю у нас были грозовые ливневые дожди такие серьезные достаточно. И опять идет поступление воды в общий домовой подвал. Откуда, соответственно, она дальше проникает и протекает. Капитальный ремонт в доме планируется начать не раньше 2022 года. Поэтому жители дома номер 105 по улице Островского боятся самого страшного – разрушения. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Десять лет за убийство собутыльника получил житель Рязани. Трагедия произошла в одном из общежитий на улице Энгельса. Собутыльник вспомнил, что друг не отдал ему одолженные деньги. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой должника забили до смерти. Сидели, выпивали, и тут я вспомнил о старом долге Али Агай. И спросил, когда ты отдашь мне мои деньги. В итоге завязался в драку и ходит драк. Это вообще действительно. На кадрах оперативной съемки Сергей Гилев не может даже произнести слова «я убил». Трудно поверить, что этот молодой человек злополучный вечер 15 декабря 2017 года практически забился бутыльником. Продемонстрируй, пожалуйста, как ты нанес удар Олегу. Встал, ударил, вот был через. Через ударил, один удар. Да, и он сел на обрагу на стол. По 5-8 на стол. Убийца вместе с другом Дмитрием часто приходил в гости к Олегу в общагу на улице Энгельса. Вместе выпивали. Так было и в этот раз. Приняв порядочную дозу алкоголя, Сергей решил выяснить, когда друг отдаст долг. Смотрю, бутылка разбилась, потекла кровь. Смотрю, шевелил, а он, как живой. Ну, а смотрел, он там махал руками, типа, ну, понял, что он живой. После этого друзья решили сходить еще за алкоголем. Когда вернулись, хозяин комнаты уже умер. Цена жизни – несколько тысяч рублей. Да не более пяти тысяч. Просто вот ввиду как раз-таки алкогольного опьянения, все это было более сильно, может, воспринято, более рьяно воспринято. И обвиняемый начал наносить телесные повреждения, за которых потерпевший скончался на месте. Сергей Гилев с места происшествия сбежал. Его искали несколько дней. Свидетель и очевидец данных действий обвиняемого сообщил в правоохранительные органы, ввиду чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Местонахождение обвиняемого было установлено не сразу, а в течение нескольких суток. Когда его нашли, Сергей написал явку с повинной и согласился на проверку показаний на месте преступления. Вначале полиция разрабатывала несколько версий. Думали, что смерть не носит криминального характера, потому что хозяин комнаты часто напивался до такого состояния, что мог упасть где угодно и ходил в синяках. Также подозревали третьего собутыльника, но потом выяснилось, что он пытался удержать друга, чтобы тот не избивал хозяина комнаты, но просто не справился. В итоге Сергей Гилев получил 10 лет лишения свободы. По словам следователя, он уже был судим за грабеж и кражу велосипедов у несовершеннолетних, но так и не осознал, что за каждое преступление придется отвечать перед судом. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Срок выдвижения кандидатов в депутаты Рязанской городской думы закончился, сообщили в Горосбиркоме. Сейчас идет период сбора и предоставления документов на регистрацию. Всего 9 политических партий выдвинули своих кандидатов. По единому избирательному округу списки выдвинули партии. Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Яблоко», «ЛДПР», российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Единая Россия», «Родина», «КПРФ» и «Справедливая Россия». По одномандатным округам «Яблоко», «ЛДПР», «КПРФ», партия «Великое Отечество», «Единая Россия», «Родина» и «Справедливая Россия». Выборы состоятся 9 сентября. Не только отдохнуть, но и провести время с пользой. Такая возможность есть у студентов Рязанского государственного радиотехнического университета. Каждое лето ребята могут провести на оздоровительно-спортивной базе «Зеленый бор», где они отдохнут от сдачи экзаменов и обогатят свои знания на семинарах. На один день студенты Рязанского государственного радиотехнического университета стали представителями различных пресс-служб, правительства, администраций и учебных заведений, которые функционируют в условном городе Энск. Творческая игра проходит в рамках тематической медиасмены. Каждый год студенты Рязанского государственного радиотехнического университета приезжают на оздоровительно-спортивную базу «Зеленый бор», где их ждут разнообразные лекции и творческие задания. Каждый день у нас посвящен определенной теме. Например, это фото, следующий день видео, далее дизайн графика. В день у нас по несколько лекций, минимум две. Сначала лекции, а затем практические задания, которые выполняют ребята в рабочих группах. Как взять интервью у неразговорчивого человека? Из каких элементов состоит телевизионный сюжет? Что такое ИСО, выдержка и диафрагма? Все это рассказывают специалисты со стажем. Профессиональные фотографы и корреспонденты делятся наблюдениями из собственной практики, а также отвечают на вопросы студентов. Моя лекция будет посвящена взаимодействию оператора и журналиста на съемочной площадке, на телевидении с точки зрения оператора. Что должен сделать оператор? Как нужно общаться с журналистом, чтобы привести хороший материал? Хочется рассказать ребятам о том, как делаются новости, о том, как берется интервью. И самое главное – отработать эти знания на практике, потому что очень часто присылают материалы, которые, скажем так, не соответствуют формату. Хочется, чтобы было как можно меньше редакторских правок и как можно больше практического опыта у них, чтобы они могли потом прийти в серьезное издание и начать спокойно публиковаться. То есть не было вот этого переходного периода, скажем так. Я глубоко убеждена, что такие встречи очень полезны не только этим начинающим медиа-студентам, но и уже опытным журналистам, потому что сразу видно, что вообще интересует молодежь, что их может заинтересовать. На чем сделался акцент в своей работе. Помимо лекций студентов ждет и яркий, насыщенный эмоциями и событиями отдых. Буквально в шаговой доступности несколько озер – Ласковое и Сегдинское. В самом Зеленом Бару есть волейбольная и футбольная площадки, веревочный парк. Обычно в каждой смене минимум 50 человек. Живут они на улице под названием «Студенческая». У ребят трехразовое питание. Как говорят сами студенты, приехав сюда один раз, хочется возвращаться снова и снова. У нас свободные записи любого студента радиотехнического университета. Участие всех студентов, естественно, бесплатное. Медиа стала третьей тематической сменой этого года, каждая из которых длится около недели. Зеленый Бор уже посетили студенты Станкостроительного колледжа, который является подразделением Рязанского государственного радиотехнического университета, и спортсмены вуза. Впереди смены для лидеров, инженеров-изобретателей, творческих натур и тех, кто чувствует в себе силы организовывать мероприятия. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Загадочный и манящий мир Востока. В торговом центре «Премьер» в очередной раз открыла в своей двери выставка товаров из Индии и Пакистана. На третьем этаже расположились прилавки с лучшими товарами из этих стран. Подробности далее в сюжете. Настоящая восточная сказка в Рязани. Выставка товаров из Индии и Пакистана «Восточный базар» снова открыла свои двери для всех желающих. Чего здесь только нет. Сумки, платки, палантины, одежда, огромный выбор натуральной косметики, украшения с драгоценными камнями и бижутерия. Рязанцы уже знают качество товаров, привозимых из этих стран, поэтому каждый раз с нетерпением ждут очередного открытия выставки. Я же купила чай, всегда чай постоянно покупаю. Чай хороший? Да. Ну, настоящий. Пряности здесь очень хорошо пахнут. И постоянно покупаем пряности, чай и какие-нибудь эти украшения. Так что мне эта ярмарка очень нравится. Я выбрала палантин. Вообще интересная очень выставка, много натуральных вещей. Чай вкусный, приправы очень замечательные. Да. Сумки. Ну, вот духи присмотрели. Отдельного внимания заслуживает чай. Здесь его более 150 видов, произведенных в Индии, Непале и на Цейлоне. Такой чай в обычном магазине купить точно не получится. Специи также привлекают внимание покупателей. Например, желтая смесь асофитида вообще очень редкая. Кардамон, шафран, куркума – всего более 30 видов специй на любой вкус. Еще пользуется вниманием рязанцев косметика. Она полностью натуральная, начиная от красок для волос и заканчивая кремами. Зубные пасты не содержат вредный фтор, а шампуни – все бессульфатные. Это, конечно, самый лучший товар. То, что мы выбираем, оттуда привозим. Это самый лучший товар, самый качественный. И в основном они сделаны на траву. И мы сюда их привозим, потому что это самый хороший товар. И то, что на траву сделано, это более хорошо для здоровья, более полезно. Там химикатов практически нет. Невероятные по красоте покрывала, платки и палантины. Комплекты постельного белья, мебель – все это можно приобрести на Восточном базаре, который работает в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Посетить выставку товаров из Индии и Пакистана можно будет до 29 июля. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Лето не спешит прощаться. По данным Гидрометцентра Российской Федерации, уже завтра в Рязани установится сухая и теплая погода. Столбик термометра поднимется до плюс 27 градусов. При этом будет облачно с прояснениями и останется вероятность дождя. В среду и четверг температура воздуха поднимется до плюс 30. Осадков не прогнозируется. К выходным станет еще жарче. Плюс 32 без осадков. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok